Многие из вас, конечно же, соскучились по вот таким вот прогулочным видео из Алании. Мы сейчас находимся недалеко от улицы Ататюрк, она находится вот в той стороне. И сейчас мы прогуляемся с вами немножко по боковой улице, которая находится рядом с Пятничным рынком. Что же у нас происходит в октябре, друзья? А в октябре у нас зелено и красиво. И на самом деле сегодня 11 октября, но сегодня утром было очень солнечно. Сейчас все затянуло, возможно, пойдет дождик, но утром было очень солнечно и достаточно влажно, очень-очень влажно. Вот так вот выглядит самая обычная улица в центре Алании, в районе Пятничного рынка. Здесь у нас есть маленькие магазинчики, большое количество ресторанов, чайных, где мы постоянно пьем кофе, чай или свежевыжатый сок. И сейчас покажу вам, что продается. Здравствуйте! И гуляя в районе Пятничного рынка, конечно же, невозможно не встретить знакомых по интернету. Лариса, расскажите вашу историю. Вы откуда? Мы приехали из Твери. Приезжаем второй год, отдыхаем месяц. Месяц? А где вы квартиру снимаете? Мы снимаем апартаменты в апарт-отеле. В апарт-отеле. А в каком районе? В районе оба в этом году. Мне не нравится. Не нравится. А где именно в обе? В обе Альмера Апарти. А пляж какой там рядом по номеру? Девятый. А, это то есть ближе туда кто смотрит? Да, да. В прошлом году мы снимали на Клеопатри. Очень хорошие тоже у нас апартаменты были Бест Хаус. Бест Хаус хороший. Супер в плане и обслуживающего персонала, и доброжелательность. А здесь вот мне не очень понравилось. И пляж галичный. Лучше на Клеопатру приезжать. Клеопатра, да, молодо, молодо. Ну да, Воби, он такой пляж интересный. Хотя там есть, например, 15-16 пляж. Там очень хорошие входы. Попробуйте. Ну, возможно, да. И он, на самом деле, не так далеко. С 15-16 очень хороший. Туда прям ходят все иностранцы. То есть там мы прямые лежаки, и все есть. Попробуйте его посмотреть. Мы когда были, и там, да, и прям песчаный вход очень хороший. Хорошо. На месяц. Чем занимаетесь, расскажите. Ну, в виде на экскурсиях мы были. Вот я вчера полетала на парагланинге. Да, 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 по вашему совету, это мне этими прижало, как называют это, стропы или стропы. Да, 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 да. Вовремя не вытащила руку. Вообще супер, конечно. Впечатлений. Впечатлений много. Хотелось, конечно, посмотреть, но отвлекалась на камеру. Там инструктор бит, улыбнись, там ножку подними, там. А так супер вообще. Так, значит, вы теперь Аланию увидели со всех сторон, да? И с него тоже. Да, 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 да. А девчонки ваши? Девчонки приехали на две недели к нам, я их позвала. Ага. Вот. Тоже вчера моя невестка летала, тоже понравилось. Вот, они уже во вторник улетают, а мы на... На рынке что купили, рассказываете? Что любите? Вы приезжаете в октябре обычно или в любое время? В прошлом году мы были в мае месяц здесь. Вот. В этом году, ну, поскольку я сменила работу, мне нужно было 11 месяцев отработать. Мы приехали, как только вот 11 месяцев исполнилось, мы на следующий день сразу прилетели сюда. А, слушайте, молодцы. Вот. Нравится, конечно, вот в это время приезжать, и комфортнее гораздо. Рассказывайте, что покупаете, что готовите, что... Любите кушать. Как проходит ваш день, вот, с бытовой источки? То есть вы в апарте, значит, вы там сами готовите, да? Да, я готовлю сама, меня это не напрягает абсолютно, потому что здесь качество продуктов, ну, как-то... Я недолго стою у блиты, вот, на рынке покупаем обязательно те фрукты, которые мы не можем уже сейчас поесть дома. Это персики, клубнику. Нектарины есть еще. Нектарины, бананы. Бананы, да. Бананы, да. Вот. Ну, так, конечно, помидоры, огурчики обязательно, зеленуху берем, потому что любим... Зелени в салат, да, все это. А из турецкой кухни что любите? Вы какой год? Вы когда впервые в Алане приехали? Вообще, мы в Турции уже восьмой раз, сначала, когда первый раз прилетели в Турцию, в отель, на все включено. Честно говоря, мне не понравилось, я не поняла вообще, что это такое. Да, как-то до этого мы были в других странах, но как-то нам в Турции не показалось. Мы ездили в Кемер, не знаю почему. А потом уже как-то расчухали, предложили, уже стали ездить, наверное, еще пару раз, раза три съездили в отель, на все включено. И я просто мужу говорю, что мне этой недели, этих десяти дней в отеле, мне мало, да. Нужно все быстрее и быстрее и позагорать, и посмотреть, поездить. Вот, я говорю, давай попробуем своим ходом. И мы заранее бронируем билеты, в этом году. То есть вы все своим ходом, и билеты сами, и аппарты. Все, страховка, аппарты, да. Кстати, вот по поводу страховки, друзья, это очень важный момент, потому что, к сожалению, и вот сейчас, например, случился случай с одной иностранкой, которая ехала на мопеде, упала, и у нее не было страховки. Когда вы едете, обязательно делайте. Даже если вы едете на два дня, на пять дней, обязательно делайте страховку. Это просто спасет вам жизнь. Цена страховки не такая заоблачная, позволительная достаточно. Поэтому страховка нужна обязательно. Обязательно. Ну, в общем-то, вот так вот. Мы уже там в тенечке, где живем у бассейна, вот, и ждем, когда солнышко сядет, уже когда нет такой жары, идем гулять. Вот видите, еще один пример того, потому что меня очень многие спрашивают. Вот мы едем в отель, мы не хотим быть в отеле, хотим своим ходом. Вот еще один пример, как люди просто бронируют билеты. Пегасус и Победа. У нас Победа и я связываться по багажу не хочу. Вот, потому что, ну, так посмотрела, Пегасус более лоялен, особенно из Москвы. Там не смотрят они. На ручную кладь можно, в общем-то, спокойно. А отсюда Пегасус уже строго начинает взвешивать там, вот, в общем-то. Вот, и, в принципе, билеты нам обошлись 420 долларов. Сюда мы летели с одним багажом, обратно с два взяли багажа. Ну, с 50-каг в Стамбуле. Сначала мы брали прямой рейс сюда, Москва, Гази-Паша, Пегасусами, но в августе они написали смс-ку, что рейс отменяется. Я позвонила в представительство в Москве, спросила, говорю, что делать. Они говорят, нет проблем, вас можем отправить в этот же день, только с пересадкой в Стамбуле. Ну, в общем-то, доплачивать ничего не нужно было. Ну, супер. Вот так вот. Поэтому не бойтесь и тоже приезжайте. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вот таких потрясающих людей, друзья, я встречаю каждый день. Спасибо вам всем, что вы приходите, знакомитесь с нами лично. В общем, спасибо вам огромное. Ну, а сейчас рынок. Что же у нас есть на рынке? На рынке у нас есть всё самое вкусное. началась распродажа дынь, но, конечно же, сейчас у нас сезон цитрусовых. Пошли цитрусовые. Где-то здесь я видела клубнику. Покажу вам сначала цитрусовые апельсины. У нас по 7 лир апельсина. Это лимоны, свежие лимоны. Мераба. Инжир. Инжир, чёрный инжир 12 лир. Вот такой вот чёрный, тёмный покрупнее и белый инжир 15 лир. Персики. Вот эти вот все, видите, даже написано, органические из сада. Стоит 5 лир. Семечки. Все любят семечки. И вот эти вот семечки на самом деле самые вкусные. Сейчас, к сожалению, все летние фрукты уже заканчиваются. Такие как персики, инжир, клубника и так далее. Но зато у нас началась хурма. Хурма стоит 4 лир. Хурма начала поспевать. Авокадо. Начался сезон авокадо. Штучка стоит 3 лиры. Ну и, конечно же, бананы, помидоры, кабачки. И, как всегда, очень-очень много перца. Огурцы. 3 лиры в килограмм. Вот эти огурцы, кстати, очень вкусно солить, потому что они мелкие. Органические помидоры. Смотрите, самые дешевые помидоры, которые я нашла. Но они не очень свежие. По 1 лире. Мераба. Баклажаны. Баклажаны 2,50. И начался сезон помидор. Вот таких вот черри. 6 лир. Маленькие помидорчики. И совсем маленькие. Вот эти вот помидоры, на самом деле, очень вкусные. Очень маленькие. Органические помидоры. Как всегда. Много зелени. Зелень по лире. Петрушка, укроп, рокола. Рокола. Чайнека, да? Ковальчикнека, да? Три лиры капуста. И есть дыни. Вот такие вот маленькие, милипусенькие совсем. Лимончики. Очень сочные написано. Китайский перец. Наверное, очень острый. Айва. Кто-то спрашивал. Айва, вот она, свежая. Грецкий орех. Прям с дерева. Свежайший грецкий орех. Килограмм 25 лир. А грецкий орех в... Грецкий орех в кожуре. Выглядит... Будучи везде, или? Грецкий орех в кожуре выглядит вот таким вот образом. Счищает вот эту вот зелень, и получается грецкий орех. Цена на помидоры 3 лиры. Перец 5 лир. Очень много свежего грецкого ореха. Видите, вот такой вот в кожуре стоит всего 10 лир. Сейчас белая. Цветная капуста 5 лир. И, конечно же, начался сезон гранат. Есть белые гранаты, а есть гранаты красные. Вот, например, здесь есть драгонфрут. Драгонфрут и авокадо. Драгонфрут не к дашь? Вот этот стоит 20 лир штука, а вот тот стоит 10 лир. А где было? Клубника садовая органическая. И очень много мандарин. 2,50. Очень много винограда. 5 лир виноград. Виноград по 5 лир. И, конечно же, свежие гранаты. Вот это, наверное, светлый гранат, белый гранат, да. Изюм. Изюм. Виноград. Я всегда его называю изюмом, но изюм, потому что изюм по-турецки. 5 лир. Черный. Посмотрите, какой шикарный виноград. Груши 5. И нектарины 9. Выходим на открытую часть рынка. И здесь тоже очень много торговцев, которые приезжают из деревень. И продают здесь плоды из своих садов. Оливки. Это не лир. 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 Это шикарный вин. Это хурма. Это очень полезная. Лир. На. Свежий инжир и очень много разных сухофрук. 675. Грушта? Приглашает вас всех к себе. Запомните вот этого дядечку. У него очень вкусные сухофрукты. Спасибо. Спасибо. И вот так вот выглядят здесь разные фрукты, овощи. Очень вкусная хурма. 15 лир килограмм. Прямо в дерево. Супер. Так что, друзья, на этом рынке даров природы бесконечное множество. Вот такой вот он рынок. Яблоки я вам еще не показывала. Яблоки 3 лиры. Красные и желтые. Мандарины и много разных приправ, сладостей и так далее. Ну и, конечно же, как жарится арахис. Покажу вам еще раз. Ммм, какой запах. Жаль, что камера не передает запах. И здесь продают жареный арахис, соленый арахис, леблеби. О, это шикарбан леблеби. Семерон. Леблеби в разных сладкие леблеби, самые обычные. Ну и, конечно же, семечки. Вот эти вот семечки. Самые вкусные. 20 лир. 20 лир в килограмм. И еще мы встретили, я точнее встретила Надю из Кирова. Надя, расскажите, вы в отпуске здесь, в Аланье? Да, в Аланье. В какой раз в Аланье? Ну, честно говоря, наверное, раз в шестой. Шестой. То есть вы уже знаете все здесь. Да, да, да. Потому что даже сейчас очень жарко. Кстати, сегодня очень влажно. Прям, наверное, дождь. Мы много, конечно, ходим, поэтому все у меня. Молодцы. Расскажите, на сколько приехали? Где остановились? Клеопатра Мелисса. На Клеопатре. Хороший отель? Я считаю, что да. Для трех звезд достаточно. Все хорошо. Море теплое? Море отлично. Море вообще... Так, я вас достала на рынке. Расскажите, что купили? Мы ничего не покупали. А у вас все включено? Да, у нас все включено. Рассказывайте, где были, что видели. А вот Айхан, Айхангей, мы много смотрели. Здравствуйте. Я тебя тоже видела на Настином канале. Так, рассказывайте, где были, что видели. Мы ходили на обзорку. Ну, ездили вчера на обзорку. Очень много смотрели. Нас три раза на три горы разных поднимали. Но она была настолько большая-большая-большая обзорка. В общем, ехать надо все. Важно все. Ба, все. Настин, я все знаю. Еще наши подписчики. Так, поворачиваемся. Вот, вот, вот. Убегает, убегает. Мы не успели. Молодцы, слушайте. Как вам октябрь? Хорошо. Отлично, вообще. Я уже сгорела два раза. Сегодня второй раз сгорела. Ну, что делать? Ну, ничего. Бегать. Как вы? А вы по туру приехали? По туру. А сами пробовали? Думали как-нибудь взять отельцы? Нет. Дешевле у вас получается по туру оператора? Нет. Не дешевле. Но, кстати, уж надо разбираться. Это что, длинная тема. Ну, кстати, это очень легкая тема, потому что и с детьми приезжают. Да. Но самая главная фишка, знаете, в чем? Бронировать заранее. Вот сейчас только буквально до вас встречалась с семьей с одной, а не на октябрь билеты забронировали в январе. Это хорошо. Это хорошо. Поэтому у нас просто неизвестно было время, когда мы сможем, когда не сможем. Короче, неважно, своим ходом или по-то, все равно приезжайте. Октябрь просто шикарное. Рай, рай, рай. Шикарное время. Так что, советуете? Я советую. И октябрь, и ноябрь, мне кажется, это хорошее время для посещения Турции. Супер, спасибо. Вот такое вот у нас получилось видео, друзья. Не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ссылка в описании. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. И добро пожаловать в Турцию, Алане. Всем пока-пока. Пока-пока.